Всем доброго утра. Я разносторонне рассматривала магию и очень много объясняла, очень много говорила о магии Запада, Востока, Африки, Кавказа, Севера, Азии, кочевых народов, много. Все направленности магии я с вами обсуждала, и я думаю, что это огромные материалы и очень колоссальные знания, которые были подарены вам. Сегодня я подарю ритуал джин страсти, направить джина страсти. Дорогие друзья, если помните, я проводила у меня несколько роликов, все о джинах, даже трехчасовой был прямой эфир о джинах, где я все подробно объяснила. Причем, если помните, летом, я снимала летом во время прогулки, и абсолютно ясный день превратился в какой-то там непонятный какой-то день, такой буран, ветер поднялся. Вообще о джинах нехорошо, особенно в темное время суток, говорит даже, опасные они духи очень. Но они силы, как любая сила, могут прийти на помощь, если нужно. Правда, не просто так. Мне настолько надоели эти любовные сопли, эти каждодневные просьбы, любимые и так далее. Я начала вам просто отдавать ритуалы, которые вы можете сами провести. Если судьба пожелает, то вам поможет. Я ведьма, я должна показывать и хорошее, и доброе, и злое во всей сфере магии. Магия, она такая. Магия, она не такая, знаете, веселая комедия. Магия – это трагедия. Магия – это очень сильная вещь. И всё, что я подбираю под вас, это всё для вас относительно безопасно, именно касаемо любовной магии. Денежные и прочее, пожалуйста, очень спокойно можете провести. Любовная магия относительно. Почему относительно? Потому что вы сами хотите его вернуть. Если судьба убирает его из вашей жизни, считай, что он не нужен. Но если вы хотите, чтобы не выйти на Луну, не хотите платить большие деньги людям, которые вас обведут вокруг пальца и потом укажут на дверь, я просто дарю вам для того, чтобы вы не тратили миллионы. Если получится, то получится у вас. Джин страсти. Вообще, любой колдун знает духов и функции духов, и джинов тем более. Для чего они, кто они, откуда они, вся их история, я вам рассказывала, не будем к этому возвращаться. Для каждого случая есть свой джин, который призывается к колдуном и направляется, дается ему задание, и он это исполняет. Если помните, зал набор, который для торговли, кстати, очень хвалят, он приводит людей, он плут, он может уговорить, он может привезти, он тянет людей. Особенно, кто занимается торговлей, кто что-то продает. Заль набор – это на первом месте. Тоже джин, но помогает человеку. Джинны не добрые, не злые, они духи. Как к ним отнесешься, так к тебе и будет отношение. Теперь джин страсти. Он создаст страсть у вашего любимого, он просто голову потеряет по вам. Но это временная страсть, учтите. С этим вы семью не создадите и прочее. Но если вы хотите вызвать страсть, свести с ума мужчину, чтобы он просто без вас жить не мог и дышать не мог, проведите раз в три месяца и вызывайте у него страсть. Но учтите, это временная страсть. Если он вас не любит, страсть пройдет. Когда Генрих VIII влюбился в Анну Булейн, говорят, что она его привораживала. Всякое говорят. У них была безумная страсть тысячи дней. Они ссорились, мирились, разбивали все во дворце, потом снова сходились. У них снова были бурные ночи, сумасшествия. Но итог был плачевный. Генрих обезглавил ее. Ну, приказал. Отправил на казнь. Обвинил в предательстве. Кроме нее еще шестеро мужчин были казнены, в том числе и ее родной брат. Якобы участвующий с ней в каких-то оргиях. Вот так закончилась страсть. Потому что страсть это не любовь. Любовь это нечто другое. Возвышенное, вечное. Так что, дорогие женщины и мужчины, если вам всего лишь нужна страсть для какой-то цели, вот вам работа. Вы знаете, есть люди, которым нужна страсть в этот момент. Вот они хотят удовлетворить свою плоть, а потом теряют интерес и больше не хотят с этим человеком связываться. Этот ритуал тем хорош, что он ни к чему вас не обязывает. Если его страсть пропадет, пропадет и у вас пропадет. Одновременно все это уйдет. Вы больше не увидитесь, если вы не хотите быть вместе. Если у вас любовь и влечение пропало, вы можете всего лишь это влечение обновить. Если вы хотите от мужчины что-то получить, и вам нужна его страсть в данный момент, вы можете вызвать эту страсть получить, а потом забыть друг о друге. Он не будет вас преследовать, и вы не будете. Вот откуда эта страсть возникла, туда она и уйдет, абсолютно закончится. Я стараюсь вам дать те ритуалы, которые не оставят какой-то глубокий след ни в вашей душе, ни в теле, ни в жизни, ни в судьбе. Поэтому относительно безопасной работы. Но в этом ритуале вам нужно будет найти, во-первых, некий такой материал. Может быть сухой спирт, может быть жидкий спирт, подливать чуть-чуть. Будьте осторожны с огнем, потому что это все-таки джин. Не забывайте об этом. Можете взять лучше для безопасности чугунный котелок. Но если вы возьмете, например, сухие там какие-нибудь ветки, да, или сухие маленькие такие бревнышки, будет отлично. Вам нужно маленький костер развести дома. Ну, можно, конечно, свеча, но свеча погаснет, потому что нужно, чтобы вы еще и кровь своей туда капали. Вы можете кровь попросить у вас, скажем, у медиков, у медсестры шприцом чуть-чуть снять у вас, скажем, венозную кровь и спрятать. Сейчас есть медики, есть знакомые, которые могут в этом помочь. Вы можете с пальца взять кровь немного покапать, если вы не боитесь. Если у вас есть стерильная обстановка, купить вот эту ерунду, как она называется, вот этот маленький скальпель или как там его, и сами эту кровь как бы накапать в определенную такую емкость маленькую, закрыть и сохранить для ритуала. Одним словом, вам нужна страсть? Вот вы и создаете эти условия. Вам нужна емкость, где будет гореть огонь. Если у вас сухой спирт, значит, несколько штук возьмите, чтобы запастись этим. Если у вас жидкий спирт или там какой-то горючий материал, слегка окапайте, чтобы у вас там аж огонь не разгорелся. Если у вас, может быть, спички, знаете, множество там разломать, можно бревнышки какие-нибудь, бумага не должна быть. И читая этот заговор шесть раз, вы должны капать по капле крови, чуть-чуть. Капать в этот огонь, она разгорается, прочитали, еще раз капнули. Вот вы на шесть раз рассчитайте, не надо литр крови брать. Можете просто каждый раз, начиная заговор, по одной капле капать, чтобы у вас как раз шесть капель хватило. Если не хватит, не переживайте. Главное, отдать джину, жертву, немного жизненной силы, энергии, вашу кровь. Другого он не примет. Вы же хотите страсть вызвать у мужчины, ну вот и вызывайте, собственно говоря. Начнем с... Есть маленькое обращение к джину. Только не надо меня спрашивать, откуда эти тексты и прочее. И не надо писать под роликом. А текст напишите, а то мы не знаем арабского, вот как мы будем чего. Имейте уважение и терпение. Человек всегда печатает и ставит. Каждое утро Яна ставит, или в течение дня, как только освобождается. Она тоже человек, у нее тоже есть свои дела и работа. Она вообще не обязана это делать, если хотите знать. Но она это делает. Поэтому имейте уважение. Проснется человек, отдохнет, возьмет, наберет текст и поставит. Джина Страсти зовут Агвар. И чем сильнее, чем более страстно вы будете читать... Кстати, если будет у вас фотографии перед глазами, вообще будет отлично. Чем больше вложите туда своей страсти, тем лучше оно получится. Еще одна маленькая деталь. Если вы хотите, чтобы хорошо сработало, читайте абсолютно обнаженной. Ну, естественно, рядом никого не должно быть. Животные не мешают. У них нету языка. Они не могут соседям рассказать, какой фигней вы занимаетесь. Шучу. О, Агвар, на крыльях ветра прилетай с огнем жгучей страсти. Жги его сердце и приведи в мое ложе. Испепели его, О, Агвар. И изведи его страстью по мне. Доведи до безумия. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. Пусть моя плоть станет его заветной мечтой. Пусть не сможет есть, пусть не сможет пить. Лишь меня желает. Только ко мне ведут его ноги. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. Исжарь его сердце, сведи его с ума по мне. О, Агвар. Вызови в нем жар страсти, чтобы не мог он мною насладиться, чтобы горело сердце его. И ненасытно желал меня. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. Заклоняю тебя силой всех джинов. И флинов, и ферри. Разожги в нем страсти костер. Испепели его желанием ко мне. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. Пусть бредит он мною. Мой запах сводит его с ума. Мои глаза преследуют его всюду. Плоть ненасытно желает мое тело. Агвар. Похотливый. Страстный. Грешный. Наполни его страстью ко мне. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. Пусть бредит по мне. Наполненный желанием. Сходит с ума. Как хищник в клетке. Ищет меня, как голодный ищет хлеб. Как путник в пустыне жаждет воду. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. Я его святыня. Пусть он молится на мое имя. О, Агвар. Сожги его сердце. Испепели душу. Пусть там пылает страсть и костер. Сведи с ума по мне. И направь его дороги ко мне. К моему ложе. К любовной постели. Как это пламя горит. Так его сердце от страсти горит. Пылает. Мои плоти желает. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. О, Агвар. Иседа хаэон. Фиделика. Хаарикун. Эляути фетули. Да будет так, как я прошу и заклинаю.